Дорогие друзья, мы продолжаем наши уроки по книге Рамбама «Закон о чертах характера». Сегодня третья глава. Да не подумает человек, раз зависть, вожделение, чистолюбие и тому подобное дурная стезя изживают человека со света, то избавлюсь-ка я от них совершенно отдалюсь к противоположному концу. И после этого перестанет он есть мясо и пить вино, не женится, поселится в негодном жилище, прекратит носить приличную одежду и будет носить рубище и грубую шерсть и тому подобное, подобно христианским монахам. Это тоже дурная стезя, исследовать ею запрещено. Раньше говорилось о том, что если человек хочет улучшить свои качества, например, он слишком жадный, и он понимает это, он хочет это изменить, то он начинает делать что-то противоположное, он становится более щедрым, чем обычно. Или человек, который очень горделивый, и он понимает, что он не очень себя красиво ведет, заносчивый. Тогда он хочет скромность себя развить, и он начинает вести себя более скромно, то есть он из одной крайности в другую. Но здесь вот Рамбан говорит, что не надо уходить вообще от взаимодействия с этим миром, не надо себя так и совсем отодвигать. «Тот, кто пошел по этой стезе, называется грешником, ведь сказано в Назарее, и искупит за себя, так как положил грех на душу». Сказали мудрецы, если даже Назарей, который не отказался ни от чего, кроме вина, должен приносить искупительную жертву, тем более грешен тот, кто отказался от любой другой пищи или другой вещи. «Поэтому велели мудрецы, чтобы человек не отказывался ни от чего, кроме того, только в чем отказывает ему Тора, и не связывал себя обетами и клятвами, ограничивая себя в разрешенном». Так сказали наши мудрецы, «разве тебе недостаточно того, что запретила Тора? Ты запрещаешь себе другое». Зачем, да? То есть, Тора – это руководство к эксплуатации, это книга, которая нам показывает, как правильно жить. Если Тора что-то запретила, этого достаточно, не надо придумывать себе дополнительных запретов. «В том числе те, кто постоянно постится. Это дурной путь, и запретили мудрецы изнурять себя постом. И на все эти вещи и подобные им сказал Шломо, царь Соломон, сказав, не будь слишком большим праведником и не слишком мудрствуй. Зачем уходить от мира? Человек должен устремлять все свои поступки до единого, только на познание Всевышнего. И все поступки, ложась, вставая, говоря, должно проводить или проверять по этой цели. Каким образом? Когда ведет он дела или исполняет работу ради пропитания, пусть не об одном лишь накоплении денег помышляет в сердце своем, но пусть делает это, чтобы обеспечить телу необходимое – еду, питье, кровь, супружество. То есть, работает не только ради денег, а для того, чтобы жить полноценно. И когда он ест и пьет и совокупляется, пусть не стремится к одному лишь удовольствию, иначе окажется, что ест и пьет только для того, чтобы было сладко во рту, а совокупляется только из похоти. Но пусть стремится он есть и пить только, чтобы дать силу телу и члену него. То есть, кушает, Хасидус объясняет, что мы кушаем и пьем для того, чтобы иметь силу для жизни, для того, чтобы учить Тору, для того, чтобы делать добрые дела, для того, чтобы помогать другим людям, для того, чтобы работать и чтобы, зарабатывая деньги, помогать другим людям, принимать гостей, делать сдаку, да, то есть все, что мы получаем эту энергию, мы это делаем не для того, чтобы усладить свои желания, а с более возвышенной целью поэтому ест и пьет не только и не то, что хочется как собака или осел, а только полезные вещи, да, то есть кушать тоже не все, что хочется скушать, а только то, что полезно для организма неважно, горькие они или сладкие, и пусть не ест того, что вредно телу даже если оно сладко нему да, то есть если что-то сладкое и мы понимаем, что это вредное может навредить организму, то значит не надо так уже, да, или может быть совсем чуть-чуть только попробуй, например, если человек полнокровный, вот сейчас мы переходим прям вот к рекомендациям как правильно питаться вот прям вот законы питания лучше никто не придумал, и столько уже прошло веков и лучше лучше этого ничего нет, ни одной диеты смотрите, человек полнокровный пусть не ест мясо и меда и не пьет вина, о чем сказал Шломо Шломо, это кто? это царь Соломон он сказал притчей скушай меду, а пьет настойку цикория, хотя она и горькая, и выйдет что он ест и пьет только в лечебных целях, чтобы оздоровить себя и сохранить телесную целостность так как не может человек жить без еды и питья да, человек не может жить без еды, но он должен кушать только то, что ему на самом деле будет полезно для тела и совокупляться должно лишь в цели оздоровить тело и произвести потомство поэтому делает это не каждый раз, когда захочется, а только когда знаешь, что должно произойти физическое какое-то действие в лечебных целях или чтобы произвести потомство тот, кто следует рекомендациям врачей стремясь только к здоровью тела и его членов а детей хочет иметь, чтобы они выполняли за него работу и трудились за него, идет не лучшим путем но пусть стремится к тому, чтобы тело его было здоровым и сильным чтобы душе его было легко познавать всевышнего, ведь невозможно человеку достичь понимания и обрести мудрость если он болен или болит у него что-то и пусть стремится иметь сына вдруг он станет мудрецом и возвеличится в Израиле смотрите, вот даже желание иметь сына для того, чтобы он стал мудрецом и чтобы он возвеличился этот сын очень важно, чтобы сын был мудрецом Торы хорошо учился и поэтому может прославить своих родителей тот, кто всю свою жизнь ведет себя таким образом служит Богу всегда, даже в момент заключения торговой сделки даже в момент совокупления он так неизменно заботится о достижении необходимого чтобы тело было здоровым и могло служить Всевышнему все желания связаны с тем как я буду здоров как я буду иметь силы для того, чтобы Богу служить хорошо и даже в момент сна если засыпает человек с намерением дать отдых разуму и телу чтобы не заболеть и не потерять возможность служить Всевышнему сон его становится служением Всевышнему благословен он человек уставший он думает да, я лягу, посплю не просто так, что я отдых ну, а вот мне Бог даст после этого силы я смогу с новыми силами делать добрые дела и служить Всевышнему хорошо и так повелели мудрецы, сказав да будут все дела твои в честь небес об этом сказал Шлома опять царь Соломон в мудрости своей во всех путях твоих познай его познавай его то есть Бога и он выпрямит дороги твои вот на этом закончилась третья глава и было очень полезно и спасибо Рамбаму что он нам передал такую мудрость и мы будем стараться соблюдать это чтобы быть здоровыми крепкими и хорошо служить Богу как и встречаясь неправильно